На этой неделе ведущий экономист современного башкортоста Рустам Шахметов комментировал с цифрами в руках выступление заявления вице-премьера правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой. Госпожа Голикова сообщила удивленной публике о том, что в Российской Федерации на 30% снизилось количество работающих в возрасте 30-40 лет. Правда, вице-премьер правительства России связала это с тем, что, дескать, у нас в 90-е годы была демографическая яма и прочее-прочее, причем так поспешно связала она с проклятыми 90-ми годами эту проблему, что стало очевидно, что она полностью игнорирует отъезд за рубеж миллионов квалифицированных работников и гибель массы людей именно этого возраста на СВО. Комментируя заявление федерального чиновника, Рустам Шахметов напомнил, что сейчас рождаемость в Российской Федерации на 15-20% ниже, чем в те самые лихие проклятые 90-е годы. И если эта тенденция продолжится и дальше, то к 2100 году население Российской Федерации может уменьшиться в полтора раза. А возрастная структура этого самого населения очень сильно сместится в сторону спектра пенсионного и предпенсионного возраста. От себя предположу, что видя, как неумолимо заботится о населении Республики Башкортостан команда Х, можно смело предполагать, что к тому самому 2100 году население Республики Башкортостан точно ополовинится. И подтверждением этому моему предположению может служить уже статистическая выкладка. Вот приведу две цифры. 1 января 2023 года в Башкортостане был 1 150 107 пенсионеров. На 1 сентября 2023 года в Башкирии проживает 1 137 509 пенсионеров. То есть за 8 месяцев минус 12 598 человек. Вот такая арифметика, вот такая печальная демография. Великий испанец Мигель Сервантес говорил, «Тот, кто поливает доброе дерево, стоит под его сенью». Поэтому мы нисколько не сомневаемся, что те, кто материально помогают нашему каналу, получают в ответ не меньшую пользу и удовлетворение. Помогать нашему каналу материально можно и нужно, через расчетный счет, который мы демонстрируем в каждом нашем выпуске и упоминаем в описании под каждым нашим выпуском. Заранее каждому жертвователю огромное спасибо. Иногда мне кажется, что герой бессмертного фильма «Кинзадза», который утверждал, что правительство живет на Луне, действительно был прав. В то время, пока Владимир Путин восхищается рекордно низкой безработицей в Российской Федерации, депутат Государственной Думы Гурулев предложил переловить всех безработных в стране и отправить их на СВО. Одновременно с этим, тем, кому посчастливилось где-то работать, ввести принудительно 12-часовой рабочий день. Тут уже впору предположить, что вот с этим безумным предложением господина Гурулева связано предложение другого депутата Государственной Думы, султана Хамзиева. Султан Хамзиев предложил обязательное тестирование всех депутатов на предмет употребления наркотиков. Я не шучу, действительно, уважаемый депутат Государственной Думы сделал такое предложение. Вполне возможно, что это был ответ здорового депутата, депутату Гурулеву. Несмотря на то, что оперативное совещание в минувший понедельник было возмутительно пустым и скучным, Хабиров в течение недели исправился, встретился со своим любимым активом и наговорил много интересного и забавного. Начнем с самого концептуального заявления Радио Фаритовича. Цитирую. «Одна из задач гражданского общества – не допустить милитаризации общества». Тут, как говорится, хм. Как это сочетается с тем, что из каждого утюга в России сейчас придет самый махровый милитаризм и даже вождь глубинного народа без конца ставит во главу угла боевой дух армии и населения и все время упоминает о разработке все новых и новых разновидностей вооружений, совершенно непонятно. И если вдруг Хабиров, говоря о вреде милитаризации общества, действительно это имел в виду, я немедленно в слезах умиления и раскаяния побегу записываться в какой-нибудь ближайший кружок его обожателей. Но, к сожалению, вероятнее всего, Радио Фаритович в очередной раз всего лишь запутался в черновиках Прочаковской. Далее Хабиров сообщил восхищенным общественникам, что намерен по излюбленной концессионной схеме в ближайшее время начать строительство самого крупного в республике Башкортостан медицинского объекта. И это будет не что-нибудь, а военный госпиталь рядом с санаторием «Зеленая роща». В действительности, даже если этот план реализуется, то мы теперь уже почти что подели, что любая концессия, которую затевает дорогой Радио Фаритович, это всегда тяжелое бремя для будущих поколений. Долгие-долгие годы из бюджета мы будем рассчитываться за то, что они устраивают по концессионным своим схемам. Далее, как будто начисто забыв о своих антимилитаристских настроениях, Хабиров дал оценку тем миллионам россиян, которые покинули Россию с началом специальной военной операции. Разделил он этих людей на две части, и тех, кто уехал молча и сидит за рубежом Российской Федерации, он просто презирает. Ну, примерно так он их оценил. А вот тех, кто из-за бугра смеет высказывать свою антивоенную позицию, Хабиров считает преступниками. Отмечу на полях своих рассуждений, что Радио Фаритович все-таки худо-бедно когда-то был юрист. И даже он, наверное, должен понимать, что преступником человека может называть и считать только суд, либо кто-нибудь еще, но только после суда. Ну, дорогой Радио Фаритович это дело решил для красного словца игнорировать. Впрочем, глава региона разрешил даже ругать его самого. Ругать, на чем свет стоит. Но ни в коем случае не трогать грязными эмигрантскими языками отечество и особенно специальную военную операцию. В своем пространном общении с любимыми общественниками коснулся Радио Фаритович из своих замыслов в благоустройстве окружающего мира. Для начала, как он выразился, приоткрыл завесу замыслов. Это была цитата. Сообщил, что обсуждается уже вот четвертый год и теперь, видимо, будет реализовываться проект нового Арбата на улице Октябрьской революции. Ну, мы помним, там все расковыряли, разломали и теперь чешут репу и думают, что делать с этими гнилушками и как их превратить в шедевры архитектуры. Сколько уже можно говорить про этот полуарбат в этой самой низине? Все более или менее здравые архитекторы и люди, разбирающиеся в урбанистике, сказали, что нельзя вот в этой вот низкоидущей улице, наклоненной туда вниз и прочее, делать вот эти пешеходные зоны. Но соблазн освоить оставшиеся миллиарды в бюджете, видимо, победил. Хабиров уточнил, что освоение средств по этому проекту будет длиться долго-долго и много-много лет. Что косвенно доказывает, кстати говоря, что в сентябре 2024 года он вовсе не планирует покинуть кресло руководителя Республики Башкортостан. Коснулся глава региона и проблемы городища Уфа-2. Он сообщил, что работы на этом объекте, ну, видимо, речь идет о строительных работах, остановлены и будет создана компетентная комиссия. Ну, куда у нас без комиссии? А вот окончательное решение почему-то примет Общественная палата Республики Башкортостан. Ну, наверное, потому что она примет любое решение, которое пожелает глава региона. Видимо, ожидаемое решение суда, который уже начат активистами, не вполне устраивает Радио Фаритовича, и он решил подкрепить свою позицию вот этим вот каким-то совершенно нелегитимным решением Общественной палаты. Зашла речь и о строительстве мечети Ар-Рахим. По словам Хабирова, там сейчас идет консервация на зиму, а вот весной 24-го года там начнется строительство. Так заявил Хабиров. Правда, он не уточнил, за чей счет будет вестись это строительство, по каким чертежам, по какому плану, кто будет строить. Да, собственно, для него этого не важно. Сейчас ему нужно только успокоить тех, кто беспокоится об этом объекте, и сказать, что строительство будет в 24-м году. И еще раз появляется ощущение, что в 24-м году Хабиров нас покидать вовсе не собирается. Не был забыт и памятник Салавату Юлаеву. Обожающим общественникам, исключительно такие были приглашены, конечно же, на встречу, Хабиров сообщил, что ремонт памятника откладывается до 2025 года, ну, как минимум. Причины вот такого переноса Хабиров назвал то, что встречать светлый праздник 450-летия Уфы без главного символа города, конечно, никак невозможно. Ну, а как известно для Ради Фаритовича, хорошо обустроенный и проведенный праздник, он самое главное в жизни. Теперь остается загадкой и, в общем-то, неразрешенным вопросом, простоит ли обветшавший и практически сгнивший монумент Салавату Юлаеву до 2025-2026 годов. Много было разговоров о том, что снимаем или не снимаем эту фигуру вниз и реставрируем ее на земле и так далее. Тут же выступили любезные общественники, которые подтвердили угодный тезис Хабирова, что снимать фигуру не надо. Также крупный эксперт в области реставрации памятников, фермер Галин, сообщил, что он категорически не согласен с демонтажем памятника, и Хабирову эта идея очень понравилась. То есть, вот эта отличительная черта Ради Фаритовича, он не пользуется экспертными мнениями, он пользуется только теми мнениями, которые ему нравятся. В целом, после вот этих всех осенних тезисов Хабирова, теперь я ни на йоту не сомневаюсь в том, что он намеревается продлить свои полномочия главы республики Башкортостан после 2024 года. Равно как и то, что я не сомневаюсь в том, что самого Хабирова нисколько не интересует мнение самих жителей республики на сей счет. Для решения проблемы выборов у Хабирова есть безотказная Макаренко. Наговорившись вдоволь с любезными сердцу общественниками и активистами, Хабиров, похоже, отбыл в отпуск. А на улицах башкирских городов почему-то начали раздавать шуточные купюры с его портретом. Возможно, это была попытка закрепить в сознании людей ассоциацию Хабирова с благополучием и богатством. Но ведь и банкноты, и сущность самого дорогого Радио Фаритовича – это только имитация. И надеюсь, что жители республики Башкортостан к сентябрю 2024 года поймут это окончательно и крепко-накрепко. Иначе мы получим вот этого горя-голову нам еще на один срок в республике. Рубрика «Ужасы нашего городка» увы, становится традиционной. Мы не можем обойти стороной события, происходящие в городе Уфе. Уфа – это четверть республики. И обязательно делаем обзор того, что случилось на минувшей неделе. А на минувшей неделе в Уфе на некоторых маршрутах автобусов подорожал проезд до 40 рублей. И я полагаю, что это только начало очередного витка роста цен. Скоро подтянутся до 40 рублей остальные маршруты. Ну, если одним можно, почему нельзя другим. Собственно, ничего удивительного на фоне еженедельного роста цен на топливо. Башнефть в 14-й раз подняла цены за минувшие 3,5 месяца. Собственно, ничего удивительного. Мы же живем в большой, великой нефтяной державе. А вот на фоне заявлений Хабирова о планах построить самый крупный медицинский центр в Башкортостане, в очередной раз в Уфе откладывается дата сдачи, реконструкции и строительства кардиоцентра. Изначально кардиоцентр должен был быть сдан в декабре 2022 года. Но, как всегда бывает у команды Хабирова, что-то пошло не так. Теперь обещают достроить к июню 2024 года. Прокуратура уже зафиксировала на объекте низкую эффективность работ и качество работ тоже низкую. Ну, собственно, вот эта формулировка могла бы стать общей оценкой усилий команды Хэ в целом. Качественно, дорого, в срок у Хабирова получаются только фестивали. И особенно пикантно на фоне всего вот этого безобразия смотрятся приоритеты правительства республики и расходы нашего бюджета. Стало известно, что в дорехлеющем бюджете республики Башкортостан отыскалось 26 миллионов рублей на производство очередного мультика. Естественно, мультика о генерале Шеймуратове. И, конечно же, курировать этот мультик, вероятно, будет новоиспеченный депутат, а в прошлом карикатурист Камиль Бузыкаев. А вы еще спрашивали, зачем, как говорится, Казе Баян, а Бузыкаеву Крултай? В Болтачевском районе республики, похоже, разгорается знаковый скандал. Правоохранительные органы обратились в фермеры района, с которых собрали зерно и мясо, якобы в пользу бойцов СВО для отправки гуманитарным комвоем. Фермеры полагают, что выращенное ими зерно и мясо вовсе не отправилось в пользу воюющих земляков, а все эти блага и ценности были переданы в счет образовавшейся задолженности после гулянок перед неким местным кафе. Ну, я очень надеюсь, что правоохранители разберутся в этой ситуации, выяснят, как же оно там было на самом деле. Но когда и если выяснится, что мясо и зерно не были переданы в пользу СВО, а были, как говорится, потрачены на нужды тех, кто это все дело собирал, вот в таком случае действительно может случиться страшное, потому что под вопрос попадут, в принципе, все гуманитарные конвои и вся вот эта вот шумиха со сбором помощи специальной военной операции. Дискредитировать подобные мероприятия чрезвычайно опасно для власти. Одного единственного прецедента будет достаточно для того, что люди перестали верить вообще, в принципе, во все эти мероприятия. Будем внимательно наблюдать за тем, что происходит в Болтачевском районе и постараемся узнать, куда же действительно делось мясо и особенно зерно, которое собирали как будто бы для нужд СВО. На минувшей неделе стало известно, что некая бдительная и богоугодная общественная организация из далекого Новосибирска бдительно следит за концертным репертуаром Уфы. И она потребовала от мэра Мавлиева запрета на исполнение мелодий группы «Рамштайн» в Уфе. Активисты Новосибирска объяснили зеленому мэру, что сама по себе группа «Рамштайн» – это порождение немецкого мракобесия и происки неонацизма на белоснежном теле русской духовности. И испуганный Мавлиев немедленно запретил исполнение мелодии «Рамштайна» на территории города Уфы. Ну, такая молниеносная реакция. Ну, он, правда, не подумал, что никакой, на самом деле, группы «Рамштайн» в Уфе не было и не будет, что тексты, наверное, надо было бы проанализировать. Ну, в общем, активисты из Новосибирска позвонили, Мавлиев испугался. В дополнение к этому я Ратмиру Рафиловичу могу порекомендовать, например, запретить еще и музыку Рихарда Вагнера, хотя бы потому, что это был любимый композитор Адольфа Гитлера. Адольфа Гитлера Завтра, 24 сентября, в 21.00 на нашем канале очередной 91-й стрим. Заранее вопросы к стриму можно прислать в комментариях вот под этим нашим сегодняшним видео. И я их обязательно все прочитаю и постараюсь на них ответить. Ну, и обязательно завтра в 21.00 подключайтесь к нашему стриму, обсудить точно есть что. Вопросы у нас есть, накопились, и мы их обсудим и на них ответим. Так что до завтра, до вечера, подключайтесь и поговорим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова